Всем привет! Сегодня готовим нереально вкусную и нежную ветчину из курицы. Готовится ветчина очень просто, а по вкусу, запаху и цвету от магазина не отличишь. Для начала берём курицу или куриные бёдра и отделяем мясо от костей. Подготовленное мясо нарезаем небольшими кусочками. Куриную кожу я не выбрасываю, здесь всё по желанию. Так колбаса получается вкуснее и нежнее. Теперь, когда мясо всё подготовили, из расчёта на килограмм мяса добавляем 10 г обычной соли и 5 г нитритной. Нитритная соль придаёт тот самый вкус и цвет натуральной ветчины и убивает бактерии в мясе. Добавляем любимые специи по вкусу. Я кладу чёрный и красный молотый перец, а также сушёный чеснок. И всё хорошо мясо перемешиваем так, чтобы было полностью в соли и специях. Теперь накрываем плёнкой и убираем в холодильник на трое суток. Спустя время достаём мясо из холодильника. Оно хорошо промариновалось и можно готовить колбасу. Далее берём плёнку или рукав для запекания. Выкладываем мясо, хорошо заворачиваем и формируем плотный батон. Перевязываем края ниткой или шпагатом. У меня получилось два вот таких небольших батона. Теперь кладём батоны в кастрюлю, заливаем полностью чистой водой. Отправляем кастрюлю на плиту и варим полтора часа на медленном огне. Готовую ветчину остужаем при комнатной температуре. Затем отрезаем кусочек и наслаждаемся. Ветчина получилась ароматная, нежная и очень вкусная. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!